мама приготовила на работе вот такой стол или сделала вот такой стол сегодня отмечает свой последний рабочий день и уходит на пенсию нас еще папа привезет мясо привезет а и салаты еще будут салаты вино в общем тостики мы тут сделали блины фаршированные мам с чем блины фаршированные картошка с печенкой тостики и салат еще будет и мясо так маме подарили это один из подарков вот такой зайчик коробка конфет тут на открытка и кружка так вот и кружка одеть святым а вот и цветочек все мясо приехала булочки вот приехали мама еще вот сюда булочки тоже поставила все ну давай они будут уже отрезанные да таких положено все и каждый будет тебе делать белик ты прочь и да все теперь все мясо стоит салат стоит вот такой вот такой получился у мамы стол все мама отработала теперь можно идти на пенсию а шампанское ставь да ну одну туда давайте сюда одну еще одна одна здесь одну сюда тебя три бутылки давай и все я уже еду домой мама еще там с коллегами осталась я бы помогла только тостики сделать вишня с этим с лимоном помогла сделать мясо нарезала ну и так и все там еще ей конвет с деньгами подарили цветы подарили потом шампанское сейчас там они ждут еще пару человек и будут садиться все мама отработала отпахала все теперь они оба с папой пенсионеры все теперь только живи не хочу здоровья и все будет мама там сколько отработала по-моему 23 там женщины у нее спрашивали галина сколько ты отработала здесь она отработала 23 по-моему она сказала да поэтому такой стол накрытый а мы с мамой режем мажем заходят же все заглядывают все пахнет чеснок пахнет они ой а мы думали мы только кофе попьем чай попьем и тортик может быть а тут такой стол давно год у нас такого не было я еще бы немцы так никогда не отмечают пенсию кто-то вообще не отмечает кто-то тортик принес какой-нибудь и кухонный кофе и все так что сидят там наверно потом скажет как они посидели я расскажу вам потом делать было нечего решила испечь пышки получилось у меня 8 пышек здесь раз-два-три-четыре-пять остальные уже съели они очень такие пышные получились вкусные кефир чуть-чуть масло сметана сахар соль 4 яйца и разрыхлитель доброе утро девчонки все работать закончили работать что-то было столько много работы я не знаю что как-то у меня не так сегодня или или так или как-то камера не так стоит ну ладно неважно если я проспала вообще представляете проспала я встаю сюда ой в 3.30 а это стало в 4 на полчаса ну я не то что на работу я на работу пришла вовремя но я люблю спокойно посидеть по завтра по кофе попить а не завтра кофе попить нормально одеться без паники я не люблю это вот потом у меня будет весь день и под одно место и перед тем как на работу мне нужен час а это у меня ушло это буквально буквально я не знаю минут нара 20 и не хватило пока я собралась пока эту дым всю дым я даже не успела кофе попить взяла с собой кофе нечаянно ему в сумке разлила разъява безрукая а вчера мама звонила насчет ну вот этого то что отмечали последний рабочий день в общем все всем понравилось салата не хватило мясо чуть-чуть осталось мама покупала два сорта свинина и говядина потому что мы одна ее ну как подружка коллега она мусульманка и она свинину не ест и вот мама для нее купила еще говядину ну не там не один конечно кусочек а вот такой кусочек чтобы может это и другой тоже будет кушать в общем чуть-чуть осталось мясо и чуть-чуть осталось тостиком по-моему и все так в общем все понравилось проводили столько всего по нас желали в общем все теперь только можно наслаждаться беззаботной спокойной пенсии самое главное чтобы было здоровья если здоровья есть то можно жить на пенсии можно жить свое удовольствие не надо рано вставать никому-то ничего не должен все пенсия идет все жизнь прекрасна живи и наслаждайся а нам еще пахать и пахать я даже не знаю если честно я 83 года я даже не знаю когда мне на пенсию идти без понятия вот маме сейчас 66 исполнилось все она пошла правильно 66 да и она пошла на пенсию а когда я пойду на пенсию не знаю наверное в 70 ой боже мой ладно доживем сейчас покажу что купила купила как обычно йогурт целую по лету мы же вечно едим этот йогурт ну я в основном такой фруктовый и что купила вода пицца сейчас покажу купила вот такой вот банановый сок потом вот такой вот какой-то ой забыла ой а я не тут купила клин не тут купила сок ну ладно две вот такие вот маленькие пиццы две штучки и вот такой вот большую палету йогурта здесь киви крыжовник маракуйя персик и банан и вишни и купила еще такое варенье это крыжовник это конечно не мое варенье я такое никогда не не брала я люблю всегда когда называется бона мама сейчас покажу вот это и вот марки я всегда беру мне очень нравится но даже не нравится больше чем домашняя очень вкусное варенье есть любые сорта но почему-то нет крыжовника в общем так что попробую этой марки крыжовник и здесь еще вода купила две упаковки вторая упаковка стоит в машине и в общем за эту закупку я отдала 32 аэро и 22 цента все вот такая вот закупка у нас погода прям такая солнечная классно так на улице девчонки и у меня всегда я когда на улице выхожу сюда начинают слезы бежать вот правда а в этом я всегда вот в этой руке держу в правой телефон неудобно приходится влево держать знаете вот сейчас уже не видно может если вот так встать щеки сейчас не не видно уже или скажем так лучше стало а пару дней назад у меня вот тут на щеках вот было как будто какая-то как будто вот какая-то высыпь я в магазине была и встретила свою старую знакомую эта девчонка она давно давно начинала заниматься косметологией и я у нее делала первый раз чистку лица у нее она и сейчас занимается но сейчас она конечно уже выросла в этом деле всякие процедуры делает но нет не неудобно ездить не не по пути поэтому я стала ездить ну другой она на меня на меня смотрит и говорит а чё у тебя на лице какая-то высыпь и рыда я же не знаю даже почему и что случилось не знаю догад заметила но что именно случилось вот я делала микронидлинг недавно но как бы делаю уже не первый раз такого никогда не было на такая нет на последствия микронидлинга это говорит не похоже может крем у тебя какой-то другой я тоже нет может быть и что-то там в еде новая поменяла ну она знаете как косметолог начала у меня расспрашивать и я вспомнила апельсины девочки я же вам показывала что я купила первый раз два килограмма апельсин они такие вкусные такие сладкие потом я купила еще две упаковки то есть это еще 4 и в итоге 6 килограмм было который я съела сама марсель с ромкой все вместе может быть съели два апельсина остальное села я и она сказала милая год моя а ты в курсе что чем не на голову упала что цитрусовые вызывают или могут вызвать если съесть в большом количестве аллергическую реакцию и вот у тебя она произошла на щеках вот в виде сыпи так чтобы тыгать поэт ну как поосторожнее с этим а я даже не туда что это может быть от апельсинов она когда начала мне расспрашивать что это все таки могут быть апельсины но они такие уж вкусные такие сладкие чего не есть то так что девочки все нужно кушать в меру не перебарщивать даже если это очень вкусно это может быть потом выльется во что-то не очень хорошее вот у меня например высыпала на лице что как-то так иди 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 не оглядывайся вот так мы с ней и прогуливаемся что буду я с вами прощаться всем большое спасибо за лайки за ваши комментарии сто процентов будете писать поздравлять маму с последним рабочим днем то что мама пошла на пенсию так что сразу говорю заранее огромное спасибо пошли пошли